Барнаульский завод Немецкие специалисты, специалисты по горному делу, по металлургии, которые действительно руководили этими плавками серебра. В частности, первым начальником округа Колывана-Воскресенских горных заводов был назначен Андреас Бейер. Он был назначен указом Елизаветы Петровны, императрицы. Также его, можно сказать, сподвижником здесь на заводе был Иоганн Самуэль Христиани, который, собственно, и проводил эти первые плавки серебра и был начальником Барнаульского завода. Можно вспомнить имя Иоганна Готли Балеубе, первого лютеранского пастора, который приехал на Алтай в 1751 году. Отслужил здесь пастором 12 лет и потом, по собственному желанию, был переведен, назначен начальником Зминогорского рудника. То есть, собственно, того предприятия, с которого происходило снабжение серебросодержащей рудой всех остальных заводов. И много-много-много других имен, которые, ну, скажем так, остались в истории города Барнаула. Мы находимся с вами в историческом месте. Можно сказать, что это сердце города Барнаула, откуда город, собственно, и начался. Это территория Барнаульского сереброплавильного завода. Не будь этого завода, ну, мы бы с вами сейчас здесь не находились и не было бы этого города. Как здесь образовался завод? Изначально один из первых заводов на Алтае был построен заводчиком Акинфием Дивидовым, известным российским предпринимателем с Урала. Он предполагал, что здесь есть месторождение меди. Изначально про серебро он не думал, что такое счастье ему подвалит. А уже потом, когда он нанял мастеров из Саксонии, один из таких мастеров был Филипп Трейгер, который, собственно, и указал, что здесь содержится серебро в этих месторождениях. Другим мастером-саксонцем был Иоганн Самуэль Христиани и Михаэль Юнгангс. Вот эти два мастера, которых я назвал последними, они, собственно, и производили здесь плавку. Мы видим на плане города Барнаула 1837 года, видим заводской пруд, видим территорию Барнаульского сереброплавильного завода, ну и, собственно, то, как река Барнаулка впадает в реку Обь. Также мы видим кирпичные сараи, кирпич из которых использовался для постройки Барнаульского сереброплавильного завода, и видим маленькое лютеранское кладбище, которое академик Ледебур назвал местом, где погребают усопших иноземцев телеса. Он это кладбище посещал. На этом кладбище похоронены первые горные инженеры, которые были саксонцами по национальности и лютеранами по вероисповеданию. Вот на своем конфессиональном кладбище они и были похоронены. Но трудились они все на Барнаульском сереброплавильном заводе. Здесь похоронен Иоганн Готли Плеубе, начальник Зменогорского рудника, и первый барнаульский пастор. Здесь же похоронен Иоганн Самуэль Христиани, первый управляющий Барнаульским сереброплавильным заводом, и многие другие горные инженеры. На заводской территории мы видим здание первой плавильной фабрики, здание второй плавильной фабрики, здание важни и другие хозяйственные постройки на территории завода. Также мы видим заводскую гауптвахту, иначе тюрьму, парк центрального района, каким мы знаем его сегодня, но тогда это был аптекарский сад, где выращивались полезные растения, которые предназначались потом для лечения человека. И видим первую горную аптеку, которая также обслуживала работников этого завода. Мы видим место, на котором стояла первая плавильная фабрика. Изначально она была, как и все заводские постройки, построена в дереве, с запуском завода в 1744 году. В дальнейшем здания перестраивались, перестраивались в 1809 году. И позже строились эти здания по проекту архитектора Молчанова, архитектора Попова. Строились уже в кирпиче. Мы опять видим заводскую красоту, видим колонны, капители, видим портики. Насколько эти здания, будучи производственными, были, тем не менее, соответствующим образом украшены. На 1750 год в первой плавильной фабрике располагалось 18 печей плавильных. В дальнейшем их количество увеличивалось. Мы находимся рядом со второй плавильной фабрикой. Видим промышленную красоту этой постройки, эти массивные колонны, эти необычные чугунные капители, которые изготавливались специально для этого здания, отливались и до сих пор находятся в хорошей сохранности. И, собственно, вот если мы обратим внимание на это, ну, как бы сейчас сказали, архитектурное излишество, мы поймем, что все тогдашние владельцы, будь то частные лица или государства, они хотели, чтобы даже промышленные предприятия были каким-то образом красиво украшены. Чтобы ими можно было гордиться, чтобы их можно было показывать другим людям. Ну и, в конце концов, передавать по наследству. Вот мы с вами находимся внутри второй плавильной фабрики. Можно посмотреть, какой толщины были ее стены. Какая должна быть прочная кладка, чтобы вся эта конструкция держалась, чтобы она просуществовала, ну, без малого уже больше 200 лет. Вот мы это все видим наглядно. Кстати, здесь видно закладные детали. По всей видимости, здесь крепились, ну, либо какие-то ставни, либо ворота. И вот эти закладные детали еще того времени они здесь остались. Мы находимся с вами у, пожалуй, самого старого здания, самой старой постройки Барнаульского серебровильного завода, которое называется, ну, скажем сейчас таким странным, казалось бы, словом «важня». По сути, это дело весовое, где происходило взвешивание серебросодержащей руды, поступающей на завод. Здание это подверглось некоторой перестройке. Мы видим заложенные арки, но, тем не менее, общий исторический вид этого здания сохранился. Вот мы видим эти большие арки, да, через которые сюда заезжали телеги навесовую с рудой. И здесь, собственно, происходило взвешивание, да. Вот мы можем представить, как это все пространство можно было проехать насквозь. Мы находимся с вами у здания канцелярии Колывана-Воскресенских горных заводов, откуда производилось все управление этой огромной территорией, этим огромным горнопромышленным комплексом. Здание начали строить еще в конце 18 века, потом оно несколько раз перестраивалось, однако сохранило черты классицизма. Здесь, помимо горного начальства, работали известные инженеры, изобретатели, в частности, Иван Ползунов, изобретатель парового двигателя, первого в России, и многие другие известные личности. Мы находимся у здания горной химической лаборатории, исторического здания, где производились плавки руд, выплавляемых на сереброплавильном заводе и других заводах горного округа. Позднее это здание было передано под музей, сейчас это Краеведческий музей Алтайского края. Инициатором создания музея выступило два человека. Начальник горного округа Петр Фролов и местный врач Фридрих Вильгельм Гебблер, который приехал сюда работать, заведовать медицинской частью горного округа после окончания Йенского университета в Германии. В свое время музей посещали и восхищались его экспозициями. Такие светила науки, как Александр Гумбольд, Альфред Брэм, Лидебур, Финш и другие исследователи-путешественники. Фридрих Вильгельм Гебблер покупал для экспозиции Краеведческого музея за свой счет экспонаты. В частности, он приобрел чучело крокодила и чучело хамелеона, которые здесь экспонируются до сих пор. И мы можем без преувеличения сказать, что, по крайней мере, для Западной Сибири это старейший музей, основанный еще в 1823 году. Здание приятно желтого цвета. Это так называемый инструментальный магазин, относящийся к Барнаульскому сереброплавильному заводу. Многих вводит заблуждение, собственно, слово «магазин». Здесь, конечно, никогда ничего не продавали. Здесь хранились инструменты, которые работники завода могли получать, ну, скажем так, в начале смены. Здание построено, как и множество других заводских построек в стиле классицизма. Очень красивое, нарядное, сохранилось практически в первозданном виде. Здание, которое барнаульцы и гости города знают, как краевая филармония, изначально строилось, как здание народного дома, по инициативе нашего местного краеведа, общественника Василия Штильки, человека интересной судьбы, который много своих сил, много времени отдал как раз развитию народного образования в городе Барнауле и культуры. Собственно, как он задумывал, так это здание и было построено. Было построено частично на средства государства, частично на народные пожертвования. В этом здании располагалась публичная библиотека, где все желающие могли приходить, читать книги, читать периодические издания, поступающие из других городов Российской империи. Также здесь располагался любительский театр, горожане в этом здании музицировали, играли спектакли. В этом здании располагался буфет, который сдавался в аренду, а деньги с этой аренды шли на содержание этого здания. Здание было построено по проекту петербургского архитектора Ропита, так называемом русском народном стиле. Несколько раз он перестраивалось, но сейчас зданию возвращен его первоначальный вид. В здании располагается единственный в Алтайском крае орган, установленный в 1984 году по проекту тогда еще чехословацкой фирмы. В 2010 году этот орган был отреставрирован, и, собственно, все и барнаульцы, и туристы, посещающие Барнаул, могут наслаждаться музыкой, органной музыкой в этом здании. Это здание можно считать самым старым зданием города Барнаула. Построено оно было изначально в дереве в 1752 году, потом несколько раз перестраивалось, пока не превратилось в это каменное здание, которое сохранилось до сих пор. В этом здании располагалась так называемая горная аптека. Создавалась она для снабжения работников сереброплавильного завода, расположенного по соседству, снабжения их лекарствами. Лекарства готовились непосредственно здесь, а лекарственные травы выращивались тоже неподалеку, в аптекарском саде. Работали здесь многие известные барнаульские первые врачи, потом аптекари, в частности Яков Кизинг, здесь работал врач, здесь работал Йозеф Цидеркопф, а впоследствии здесь работал аптекарь Генрих Брандт, который вместе с Эрихом Густавом Лаксманом, барнаульским лютеранским пастором, ставил здесь химические опыты и занимались они вместе выращиванием этих лекарственных растений. Здание, у которого мы находимся, барнаульцы знают как аптеку Крюгер. Аптека эта принадлежала семейной паре, которая перебралась сюда, в город Брандт, из Томска. Муж Макс Крюгер был сыном владельца Томского пивариного завода, а его жена Мария Каролина Вильгельмина Крюгер, урожденная Литке, была дочерью томского слесаря. По вероисповеданию семья эта была лютеранская, ходили они, сначала они были прихожанами Томской лютеранской церкви, перебравшись в Барнаулы, они стали относиться к Барнаульской лютеранской общине. А провизора профессионального, которого они взяли на работу, Генриха Штромберга, он также, этот провизор, был тоже членом Барнаульской лютеранской общины, более того, членом Совета Барнаульской лютеранской общины. В этом здании семья, собственно, осуществляла свой бизнес, это была частная аптека, наряду с существующей на Средней улице государственной аптекой. И вот для рекламы своего частного бизнеса, в частности, они, ну, можно сказать, использовали страуса. По тем временам птица невиданная в Барнауле, в Барнауле зоопарка не было, вот они привезли в Барнаул страуса, и в газете «Жизнь Алтая» было размещено объявление, что все барнаульцы, которые желают посмотреть на этого страуса за отдельную плату, могут посетить аптеку «Крюгер». Ну, такой нетривиальный, интересный рекламный ход.